Доброго времени суток! Приветствую вас всех на моем канале. Давайте посмотрим, что ожидает Россию в мае. Так, Россия в мае. Нужно будет разбираться с какими-то внутренними вопросами. Поэтому придется отказаться от каких-то моментов, которые мешают дальнейшему развитию страны. Возможно, это будет касаемо каких-то тварей, так скажем, условно, да, товарищей, которые нам не товарищи. Которые внутри страны мешают решать вопросы. Потому что Россия идет по новому пути. Определяет это сейчас движение и свои действия на будущее. Поэтому, знаете, как монах, когда уходит в монастырь, он отказывается от прежней жизни. И, соответственно, ищет пути, как он будет устроиться, и будет жить, и духовно расти в монастыре. Так же и Россия. То есть придется отказаться от каких-то вещей, от старой жизни. И уже применять, может быть, более серьезные вещи, более результативные, которые реально начнут давать перемену. То есть вот что-то будет такое пересматриваться, важное для России. И, может быть, вполне каких-то людей будут призывать к ответу. Так. Ну, давайте посмотрим. Ну, наверное, важно, да, это сама. Как будут дела для России в плане СВО. Россия будет использовать накопленные ресурсы и начнет что-то новое. Потому что период уже определенный подошел к концу, и надо начинать что-то новое. Для этого будет, возможно, развитие новых каких-то направлений на СВО. Возможно, дополнительная какая-то поставка вооружения, потому что уже, как говорится, верхи не могут управлять по-старому, они уже не хотят жить по-старому. Это, скорее всего, будет активация, серьезная активация боевых действий, потому что вот эта карта именно на боевые действия, она у меня вот как прилеты. То есть, скорее всего, будет серьезная бомбежка. А вот в какую сторону, это надо будет посмотреть. Будет объединяться подразделение, новые, может быть, фронта. Я так подозреваю, что это будет какой-то наступательный момент, либо именно когда отбивают атаку. Все, по-старому уже тоже не может быть на линии соприкосновения. Нужно что-то новое решать, новое что-то думать и внедрять. И это будет правильно, это будет по справедливости. Справедливость всегда в сторону того, на кого делается расклад, то есть в сторону России. Поэтому нужно, ну, скорее всего, начнутся более жесткие действия. Надо определяться, что дальше и как действовать. То есть Россия в этом плане вот в мае месяце это будет. Тем более, если ВСУ, как говорят, будет у них контрнаступление. Давайте я возьму на финансовую жизнь в России красивую золотую колоду. Посмотрим именно экономический момент развития России в мае именно экономический. будут выстроены новые планы, будут выхода, много выхода будет за пределы границы по миру. Потому что вот этот товарищ видите, держит земной шар в руках. Поэтому будет новые вот именно договора, какие-то новые планы именно связанные с тем, что будет за границу. Новые договоренности, которые будут выгодны всем заключаться. И очень многое придется пересматривать, опять же продумывать, чтобы изменить экономику, движение экономики в стране и, соответственно, экономическое развитие. Оно будет идти к успеху, успешно развиваться. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но все равно мы в мае многое увидим, но и в мае нас могут ожидать неприятные какие-то события в плане экономики, которые могут серьезно расстраивать. С чем это у нас связано? Пятерка кубков. Может быть, из-за праздников, так как там праздничные дни, да, работа не принесет вот людям того результата, который они ожидали. Все-таки рабочих дней будет меньше и, соответственно, немножко может быть спад экономический, что, конечно, не будет радовать руководство, но это потом компенсируется, потом это продумывается, но придется все равно что-то придумывать, и на будущее, чтобы не было никаких вот таких вот спадов. Как сложатся дела в социальной сфере для России, для России. поддержки, а так пока ситуация будет зависшая, но опять же по справедливости то, что было ранее сделано, оно будет приносить сейчас свои результаты, и мы это будем видеть хорошо. еще еще что-то дополнительное такое неожиданное для людей в плане социальной сферы, скорее всего, какая-то поддержка, и на будущее новые планы, новые какие-то продуманные действия, чтобы максимально была эта сфера работала, и максимально была оказана помощь людям. смотрите, как интересно, социальная сфера, и выходит карта помощи и поддержки. То есть будет вот это все продумываться, как еще максимально помочь людям на будущее. Ну, еще один момент, извините, там кто-то у меня в соседней за стенкой кто-то лазит, и что-то роняет. В политическом плане как будет складываться эта сфера, ну, для России. В политическом плане, смотрите, как интересно выходит, туз кубков, это новые отношения, новые связи, удачное время для выхода вовне и заключения новых договоров, отношений иного. И это еще и все будет очень хорошо продумано на новом уровне. Максимально будет удачно для нашей страны складываться в политическом плане. И для этого будет приложено много сил, много действий будет. В частности министерством иностранных дел молодец наш Лавров стока летает, передвижение, ой, это вообще, я не представляю, как стока можно по миру перемещаться. Ну и соответственно новые договоренности, новые какие-то планы будут простраиваться. То есть в политической сфере Россия будет сиять. Будет на одном из первых мест во всех газетах, журналах и так далее. Ну а нам всем желаю скорейшего наступления мира. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.